А заклавные книги там же писали, как у нас в просьбе? Смотрите, если ты возьмешь оригинал, скажем, слово об луку Игоря... Чего? Слово об луку Игоря. И как там? Есть писарская копия, там вообще нет большой. А почему? Более того, даже слова не делятся на слова. Там нет пробела между словами. Так, по идее, в старых древнеруских текстах все писалось слитно. Временами ставился знак препинания. Это была точка. А как прочитывали? Посередине строчек. А как прочитывали? Прочитывали? Экспериментировать хотим? Да. Давайте попробуем. Напишите что-нибудь. По-русски не поставим славянски. Да, славянски. Давай не поставим славянски. Ну, я напишу сейчас, наверное, не по-старо-славянски, по-древнерусски. А, да. Все-таки немножко разные языки, да? Правда? Я напишу вам самое начало слова об луку Игоря. Это наше самое великое произведение. С двенадцатого века. С двенадцатого сейчас у нас какой? С двадцать первый. Сколько лет этому произведению было написано в конце двенадцатого века. И заметьте, это произведение равно считают своими и древние русские люди, и современные русские люди, и украинские, и белорусские. Потому что на самом деле оно написано на том древнерусском языке, каким между собой говорили наши общие предки. Ну что, писать? Да. Да. Я напишу без пробелов. Да. Ну да, да. Просто глупые писали, да? Без пробелов. Так у них тексты такие были? Да. А как учителя разбирали? Учителя. А как вы где-то разбирали, скажите? Те, к этому привыкли. А, это слово об луку Игоря. Точно. Это слово об луку. Точно. Это одно слово? Нелепо. 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 Начать. Ли. Ли начать. Начать ныне, братья, песню старыми словесами об луку Игоря. А где написано? Игоря Святславовича. Давайте как-то делить на слова. Нелепо первое слово. Нелепо. То есть, не пристало ли нам, не хорошо ли нам, правда? Не пора ли нам? Три. Частица ныне. Начать. Тут понятно. Ныне, братья. Здесь есть братья. Братья, заметьте. Все окружение наше, да? Наша дружина, скажем. Слово по-моему, Игоря это песня по ходе. А когда он был этот полгода? Когда? 1185 год. Это отец Александра Невского. Нет, конечно. Еще он не напал. Нет, конечно. Какой там отец Александра Невского? Андрей Горнюсский. Андрей Горнюсский уже ближе, да? Уже ближе к нему. Игорь Святславович, князь по тем временам. В общем, даже как бы неизвестный. Это князь Новгород-Северский. Он решил пойти в поход на половцев. Причем пойти сам. А большой у него полк? У него был довольно большой полк. Но это время, когда начинались межкняжевские усобицы. Что значит? Межкняжская война. Да. То есть на самом деле война между этими князьями разных городов. Еще тогда Наполеон не успел напасть. До Ивана Горзлова еще четыре стали считать. Это еще времена Киевской Руси. Киевская Руси. Помнится? А то уже Дмитрия сколько ждать? Чуть подальше, чем до. Андрей Бугалюбский. И он в каких годах правил? Андрей Бугалюбский это двенадцатый век. То есть он действительно близок к этому. Да. Но Андрей Бугалюбский, напоминаю, никогда не был великим князем. Как Игорь Зевасткович? А он много чего построил. Да. Да. Как тогда устроился? Помните, был великий князь в городе Киеве? Когда уж, давным-давно, даже от этого времени, был Ярослав Мудрый, который всю Киевскую Русь держал вот так в кулаке. Наш первый просветитель, мы обязаны Ярославу Мудрому очень многие. Когда-то был Владимир, Красное Солнышко, да? Потом был. Спустя был, конечно, Владимир на домах, помните? Да. Да? Уже... Уже... Ну... Ну... Да не московский, это еще больше, да? Это 14 лет. А у нас сейчас 12. Конец 12. То есть, на самом деле, это время такое переломное в судьбе Киевской Руси. На Русь постоянно нападают овцы. Конечно, собрал войско. Еще раз напоминаю, по тогдашним временам это войско, наверное, не очень значительное. Даже по тогдашним. Это не всеобщая киевская рация. Ну... Правда, он, конечно, позвал на помощь брата своего Всеволода, который живет в Курске. В Курске? В Курске. И брат Всеволод говорил, а воите Куряне. Куряне это кто? Жители? Куряне. Следами к Мете, опытные воины. Он позвал их. А тогда такое что? Значительное войско все времена. Человек в тысячу, это уже означает. Игорь, думаю, был меньше. Думаю, был меньше. Вместе со Всеволодом? Игорь выступает в поход. Ему путь преграждает солнечное затмение. О, Боже. Хорошо или плохо? Нормально. Плохо? Ну, и странно, просто нормально. Ну, подумаешь, солнечное затмение. Игорь выступает в поход. Путь ему преграждает солнечное затмение. Он, конечно, это воспринимает как нехороший знак. Правда? Да. Да. Что, дескать, не надо соваться. Куда не просит. Аполловцев не просили? Он решил пойти в поход Аполловцев, завоевать их быстренько, не призывая на помощь остальных князей. В том числе и Великого княза Святослава, который когда был на княжех в Киеве. А мы согласились. Итак, слово о полку Игоре. Игоре Святославлечка. Значит, он сын кого? Святослава. Святослава, да? Святослава был здесь. Ну, если кому интересно, дальше потом прочтете сами слово о полку Игоре. Первый поход заканчивается удачей. Вроде бы все хорошо. Захватили они в плен девит половецких, добыли добычу богатую. А вот второй поход, второе наступление закончилось плохо. Игорь попал в плен. И с трудом из этого плена без жалости. Вот, собственно, сюжет именно об этом. Как Дня Сибирь пошел в поход на Киевце? Не надо его второй раз словаться. Наверное, не надо. Или, может, не надо это собрать? Наверное, природа его как-то об этом предупреждала. А может, значительное войско подняло? Вообще слово о полку поразительная вещь. И до сих пор читаешь, как стихи. Что до некоторой степени это стихи. Я не случайно написал вот так, да? Во-вторых, эта вещь поразительная, потому что ее читаешь как? Песню, действительно, героическую, древнюю. Хотя, заметьте, в отличие от многих европейских песен, Слово по полку играет, песня о поражении. Ну, Игорь-то из плена вернулся. И все действительно было хорошо. И приехал в конце, который в Киев, а потом в свой Новгород Северский. И что тогда? Опять нас Челбойско наберет? Мы упустили из виду князя Святослава. А царь, да? Ага, тот в России. Который сидит себе в Киеве. И как раз грустит о том, что не собрались все вместе. Все его сыновья, родственники, все князья русские на битву с овцами. Он как раз призывает очень многих. И, в общем-то, основной смысл слова по полку – это призыв к тому, чтобы русские князья все-таки объединились. Или стали бы воевать друг с другом. Понятно, о чем я? А нам вопрос, когда дружина считала, сколько человек? Дружина – это обычно человек сто. Примерно вот. Понятно, да? Но, на самом деле, размер дружины мог меняться. Это ясно. Я думаю, вы немножко прониклись вот этим древнерусским текстом. Мы где-то разделили эти слова. Увидели слово «песня»? Да. «Песню старыми словесами». То есть словесами. Какой-то суффикс. «Ес». 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 Тот же, который в слове «чудеса небеса словеса». То есть некие слова. Да? «Ноги». О-У-Игореве. То есть, О-Колке-Игореве. А что мы словно «надвореве»? Это так и невероятно. Как написалось, да? Ну, и дальше. «Игоревя – Свяцеловач». Он понятный. Вы еще слово «пу», успеете прочесть. Я вас уверяю. Вы его прочтете с удовольствием.